Маленькая Лада – настоящая мамина помощница. И песню споет, и развеселит, и поможет испеть что-нибудь вкусненькое. Жаворонки в этой семье – не только символ весны, но еще один повод собраться вместе на кухне. Не отстает от сестры и Егор. Мама увлечение детей кулинарией только приветствует. В детстве мне пекла бабушка. И булочки в форме птиц – это, конечно, очень мне нравилось в детстве. Поэтому, когда у меня родился сын, я сразу же стала с первого года уже печь для него такие булочки. Ему тоже нравится. И вот уже на протяжении всех лет, сколько я мама уже, столько мы печем эти булочки. Обрядовое весеннее печенье приготовить несложно. Круто замешиваем дрожжевое тесто, раскатываем его в тонкую колбаску, завязываем ее в узелок. Лепим клюв, мастерим хвостик с помощью ножа, глазки, изюминки, посыпаем кунжутом и коричневым сахаром. И в духовку на 20 минут. Это интересно, приятно, а потом, когда ешь, это вкусно. Мы печем жаворонков каждый год, а мне это очень нравится. На Руси считалось, что именно во время весеннего равноденствия жаворонки прилетают из теплых стран. И за ними тянутся все прилетные птицы. Именно 22 марта весна окончательно сменяет зиму, а день равен ночи. И это событие означало, что можно начинать полевые и другие хозяйственные работы. Кстати, с помощью таких вот жаворонков на Руси выбирался семейный засевальщик. Для этого в печеную птичку прятали лучинку или монетку. И все мужчины, независимо от возраста, должны были попробовать. И кому доставался жребий, тот и становился почетным семейным засевальщиком. И имел право кинуть первую пригоршню зерна во время посева. В Архангельской губернии жаворонков называют тетерки. В Орловской области – ластовки. В Нижнем Новгороде – воробушки. Птичек раздавали детям. Отец криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а вместе с ними и весну. Юлия Черняева, Алексей Золотенков. События. Всем здорова тебе, Маша, от всей души.